Привет коллеги, в эфире BlondieCode, я Аида Дроган, главный разработчик студии SilverCore VR, и сегодня мы с вами познакомимся с новым редактором персонажей MetaHuman Creator. Создадим кастомного мета-чела прямо в Unreal Engine и интегрируем его в свой проект. Первым делом установите Unreal Engine версии 5.6, если вдруг еще этого не сделали. После этого зайдите в опции инсталляции и найдите в списке MetaHuman Creator Core Data. Ставим галочку напротив и жмем Apply. И идем заваривать кофе, а то и варить борщ в зависимости от скорости вашего интернета. После того, как MetaHuman Creator скачался, создаем новый проект для тестов. Я выбираю темплейту от третьего лица, чтобы весело побегать по дефолтному уровню нашим новорожденным мета-челленм. Шаг второй. Подключаем все плагины, связанные с MetaHuman, которые вам нужны для работы, и обязательно MetaHuman Core Tag и MetaHuman Creator. Соглашаемся с тем, что он в бета-версии, мы не такое видали. MetaHuman Runtime на самом деле можно было не включать, он устарел и никак не влияет на работоспособность редактора MetaHuman, но для этого надо было почитать описание плагина до записи видео. А тараканы в моей голове и так перегрузились новыми знаниями. Перезагружаемся. После того, как перезапустили редактор Unreal Engine, находим в контенте папку Characters, куда будем складывать своих персонажей или создаем свою. В этой папке кликаем правой клавишей мышки в пустое место, находим раздел MetaHuman и выбираем MetaHuman Character. Даем оригинальное имя своему персонажу и кликаем на созданный ассет два раза. И о чудо, перед нами редактор MetaHuman прямо внутри Unreal Engine. Если редактор просит что-то там, в заинаблите рестартнуться, ни в чем ему не отказываем. Когда редактор в очередной раз стартовал, а ваша очередная кружка кофе остыла, снова заходим в MetaHuman Creator. В самом деле, когда MetaHuman нужно было создавать на сайте, да еще и ждать своей очереди, чтобы подключиться к редактору, было гораздо хуже. Что запасаемся терпением и попкорном, оно того стоит. Итак, узрите редактор MetaHuman, где я наконец-то создам самого красивого мужчину на свете вот из этого пресетика. И Unreal Engine упал. Давайте дружно загибать пальцы, сколько раз это произойдет на RTX 3090. Что самое интересное, на моем стареньком ноуте GTX 1060 редактор сказочно тормозил и жаловался в недостаток видеопамяти, но ни разу не вылетел за время создания целых двух персонажей. Пишите в комментариях, кто на какой карте тестировал и сколько раз перезапускался. Будет интересно сравнить. А мы снова возвращаемся к самому прекрасному мужчине на свете по имени Брюс. И на этот раз боги видеопамяти к нам благосклонны, так что продолжаем знакомиться с редактором. Камера стандартно управляется мышкой. Левой клавишей крутим камеру, колесико вперед-назад для зума. Можно выбрать качество отображения текстур, среднее, высокое или эпичное. Можно автоматически установить камеру на лицо или на тело, или вообще посмотреть на персонажа издалека. Если выбрать авто, то можем сами решить, насколько близко будет камера. Можем также выбрать освещение. Это, кстати, знакомые пресеты освещения и старые демки от MetaHuman, и лично мне они очень нравятся. Но учтите, что все, что мы сейчас делаем, происходит на серверах Epic Games, а не локально. Поэтому освещение и другие визуальные эффекты в редакторе MetaHuman носят исключительно дегративный характер и не переносятся автоматически в вашу игру. Также можем поменять топологи и увидеть, как выглядит лицо персонажа без текстур. Окей, теперь мы готовы к кастомизации. И здесь редактор MetaHuman приготовил для нас море вкусностей. И начнем мы с прекрасного тела нашего Супермена. А чтобы лучше видеть, что у нас получается, ставим опцию Hidden на его одежде. Вот такой у нас прекрасный животик. Обратите внимание, какие реалистичные тела у новых MetaHuman, и насколько они разные. В старом редакторе было всего по три типа телосложения для каждого пола и три разных роста. Здесь нам завезли опцию Blend для тела, и мы, конечно же, ей воспользуемся. Выберите до трех разных тел и в нужной точке смешивайте их между собой. В центре оригинальный референс. После каждого бленда почему-то снова появляется одежда, но это не беда. Вы можете манипулировать с разными точками на теле, пока результат вас не удовлетворит. На лице тоже есть аналогичный бленд с другими лицами, а есть кое-что покруче. Скульптинг. Можно буквально вылепить персонажу новое лицо. И я ни разу не трехмерщик, поэтому делаю что могу во имя красоты. А вы можете писать в комментариях, насколько круто у меня получается. Во вкладке Hair ожидаемо можно найти прически, брови, ресницы, усы и бороды. Здесь, по-моему, ничего нового не появилось. Это все те же фирменные прически MetaHuman. Но мне тут подсказали, что прежде чем скульптить подбородок, неплохо бы убрать бороду. И вместо того, чтобы убрать отображение груминга, как это делают нормальные люди, там же, где мы убирали одежду, я выбрала другую бороду и продолжила наводить красоту. И знаете, что произошло? Unreal Engine покарал меня за мое чувство прекрасного и пришлось загружать редактор снова. Но не беда, мы здесь уже все знаем. Быстренько заходим в редактор персонажа и продолжаем двигаться к мечте. И если вдруг вам стало скучно, смело мотайте вперед, потому что мы с Брюсом только начали разогреваться. Нам предстояло выбрать самую красивую бороду и прическу, а еще я удалила этот дурацкий аутфит, потому что это самая жуткая одежда для MetaHuman на моей памяти. И в этом редакторе она единственная. Волосы на груди нам кастомизировать не дают, а очень жаль. Так что вернемся в редактор тела, и я покажу еще одну классную фичу. Изменение параметров тела во вкладке Model. И вот эта штука просто огонь. Вы можете настроить рост, пропорции, мышечную массу, размер бицепса, длину ног, и ваша фантазия не ограничена ничем, кроме здравого смысла. Так что теперь в MetaHuman появилось бесконечное количество уникальных тел. Если бы на теле тоже была возможность скульптинга, было бы еще круче, но может позже и это появится. А пока вернемся к грумингу. Выбираем прическу. Здесь ничего нового, поэтому я возьму свою любимую тестовую прическу, которую моя мама именует Мальвинка. И какие-нибудь пробки с ресничками, подходящие этому образу. По-моему, уже неплохо, но не хватает цвета. Цвет волос можно менять во вкладке Details. И здесь стандартные для MetaHuman настройки волос. Можно их покрасить, а можно просто настроить меланин и реднес. Парикмахеры-колористы вошли в чат, и они нам подсказали, что волосы нужно обесцвечивать, прежде чем окрашивать в яркие цвета. Настройка волос в редакторе MetaHuman довольно продуманная и легко понятна интуитивно. Нужно только знать, что чем больше меланина, тем темнее волосы, а чем больше реднес, тем они рыжее. Для блонда максимум реднес будет желтым, а на волосах с максимальным меланином, то есть жгучий брюнет, эффекта вообще не будет видно. Чем сильнее вы обесцвечиваете волосы, убавляя меланин, тем ярче будет цвет окрашивания. А еще можно настроить омбра, милирование, блеск волос и седину. И конечно же усы и бороды красятся отдельно, так что в этой вкладке точно стоит задержаться подольше. И последнее, что мы будем настраивать, это кожа персонажа, вкладка Materials. Здесь вы можете настроить тон кожи, родинки, веснушки, морщины, текстуру кожи на лице и на теле персонажа. На вкладке Eyes можно изменить цвет глаз, а на вкладке Makeup добавить макияж. Там же можно настроить зубы персонажа, вплоть до степени их кривизны и цвета зубного налета. И после того, как вы сохраните свои настройки лица Метачелла, можно его зариггить. Нажимаем на кнопку Create for Rig, и после этого, возможно, Epic Games предложит вам продать свою душу. Обязательно соглашайтесь, потому что этот редактор точно того стоит. Риггинг Метахьюман не самый быстрый процесс, так что можно сходить за третьей чашкой кофе, вернуться и увидеть, как в четвертый раз вылетает редактор. Серьезно? Напишите в комментариях, у кого и сколько раз упал Unreal Engine и на какой видеокарте. Интересно понять причину. А после успешного риггинга ваш Метахьюман наконец-то готов к экспорту. Да-да, до этого времени его физически не было в вашем проекте. Заходим на вкладку Assemble и для начала проверяем риггинг. На боковой подныльке справа можно выбрать анимации для лица и для тела, чтобы посмотреть, как ваш персонаж выглядит в движении. Актер, который записал для нас эти эмоции, определенно мастер своего дела. Хотя, возможно, это были разработчики Метахьюман, которые пытались нам передать секретное послание о том, что их уже несколько лет не выпускают из подвала. В любом случае, Брюс чувствует себя прекрасно и готов скрасить вашу кофе-паузу и растянуть хрометраж этого видео. Спасибо, Брюс! Теперь мы тебя выпустим из этой уютной серой комнатки и отвяжем от холодной батареи. Но для начала скачаем текстуры персонажа. Выбирайте то, качество которого требует ваш проект, я возьму 8К просто потому что могу. Хотя обычный 4К текстур для Метахьюман хватает за глаза. Это тоже не самый быстрый процесс, поэтому запаситесь терпением. И когда все текстуры скачаются, перейдите на любую другую вкладку и вернитесь в Assemble, чтобы ее обновить. И вот она, заветная зеленая кнопочка. Нажимаем в нее, завариваем четвертую кружку кофе и знаете что? Я сдашу Unreal Engine и возвращаюсь в ее разработку. У меня закончились пальцы на руке и кофе тоже закончился. А если серьезно, то такие баги есть только на этом компе с RTX 3090. Поэтому я не могу сказать на 100% что редактор Метахьюман работает плохо. Кроме того, официально это бета. Поэтому сделаем вид, что ничего этого не было и попробуем еще раз. После того, как персонаж будет скачен, у вас появится папка Метахьюманс в проекте, в которой будет находиться скаченный Метахьюман. И теперь вы наконец-то сможете использовать его в своей игре. И сейчас я покажу вам, как быстро вставить Метахьюман вместо стандартного персонажа в темплете SirPerson, но вы пообещаете мне никогда так не делать, потому что в нормальном проекте у вашего Метахьюман должен быть собственный анимейшн Блупринт. Но для того, чтобы красиво завершить видео, мы просто возьмем стандартного персонажа, откроем его Блупринт, вернемся в Блупринт Метачела, скопируем все его внутренности, включая компоненты, а затем быстро вставим это в капсулу стандартного персонажа. После этого копируем позицию Меша стандартного персонажа и вставляем ее в межбоди Метахьюмана. И аналогично поступаем с поворотом Меша, чтобы оба тела слились воедино. Как бы странно это ни звучало для тебя, Ютуб, но мы тут заняты программированием. А затем переходим в Констракшн Скрипт и добавляем одну единственную волшебную ноду SetLeaderPose Компонент. В качестве таргета указываем боди, а в качестве NewLeaderBone Компонент указываем межстандартного персонажа. И вместе с боди не забудьте подключить фейс, чтобы голова Метахьюман не отвалилась от тела. И посмотрите, что произошло. Межметахьюман идеально повторяет анимацию Меша стандартного болванчика. Все так просто. Меджик. Осталось только скрыть исходный меж, поставив его свойство Visible Falls, и можно запускать сцену. Однако, если запустить игру сейчас, магии не случится, потому что я забыла одну важную деталь. Выскрыли исходный меж, но не установили опцию для его анимационного тика, который просто остановился. Изменить опцию Visibility Based Anim Tick на Option Always Tick Pause and Refresh Bones. И вот теперь точно все получится. Метахьюман бегает по сцене, редактор больше не вылетает, а я заслужила лайк и какой-нибудь добрый комментарий. Надеюсь, это видео было полезным. Создавайте своих метачеликов, добавляйте их в свои игры и никогда не собирайте незнакомые грибы. Благодарю за внимание и приятного вам программирования.